Сегодня я хочу поговорить с вами о Божьих деяниях. О Божьих деяниях. Я уже как-то просил поднять руки тех, кто ощущал Божьи деяния в своей жизни. Думаю, у всех вас они были. Но давайте сделаем это снова. Для кого из вас Бог делал удивительные вещи? Поднимите руки. Для всех нас Бог делал что-то удивительное. Сегодняшняя моя проповедь очень важна, потому что иногда мы ограничиваем Бога своим образом мышления. Во-первых, когда дело касается Божьих деяний, а мы неосторожны, мы можем своими мыслями и верой поставить Бога в трудное положение. Но почему это опасно? Да потому что, когда вы ставите Бога в трудное положение своими мыслями и верой, Он не может ничего сделать, даже если Он желает. Ведь помните? Бог делает все по вере. Он не сможет сделать все так, как Он хочет. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Ведь тогда Он ограничен. Я говорю вам о Божьих деяниях. Он ограничен большим служением, или одним и тем же количеством людей, которые идут на призыв к покаянию в одних и тех же условиях. Когда мы так поступаем, мы словно помещаем Бога в маленькую коробочку. Только что я спрашивал вас о том, для кого из вас Бог делал что-то удивительное. А сейчас я задам вам еще один вопрос. Многим ли из вас, когда вы находились вне этой церкви, Бог делал удивительные вещи? Пожалуйста, поднимите руки те, с кем это случалось вне церкви. Итак, что же у нас получается? Давайте сейчас поднимут руки те, для кого Бог делал удивительные вещи, когда вы были в церкви. Вы понимаете, к чему я веду? Вы заметили, что все, кто поднял руку в первый раз, поднял ее и во второй? Хочу вам сказать, что если вы неосторожны, то вы будете ощущать Божьи деяния только в церкви. Вы будете ощущать их только в определенных условиях. Для вас они будут чем-то необычайным. Но не все необычайное — это Божьи деяния. Я хочу вам сказать, что Божьи деяния — это нечто обыденное. То, что кажется людям скучным, может быть для Бога доказательством веры. Бог всегда что-то делает. Его нельзя просто взять и спрятать в коробочку. Кстати, про себя с гордостью могу сказать, что Бог делает для меня гораздо больше, когда я нахожусь за пределами этого здания, чем внутри. Он очень много делает для меня, когда я нахожусь в этом здании. Я вижу очень много Божьих деяний. Но Бог постоянно что-то делает. Что-то делает во всех зданиях, местах и везде. Послушайте, мы могли бы быть даже более скованными, измерив, что Бог делает, потому что мы ощущаем. Многие люди так и поступают. Они измеряют Божьи деяния тем, что они ощущают. Я видел, как людей во время службы касался Бог, как они обретали спасение, как Бог спасал их брак, как Бог помогал им пережить тяжелые времена. Но иногда кто-то, уходя после службы, говорит, «Лично я ничего такого не ощущаю». Они считают, что Бог ничего не делает. Но это не так. Если вы только по своим ощущениям будете судить о том, делает Бог что-то или нет, это приведет вас к фарисейству. Потому что тогда получается, что ваши чувства определяют, что Бог что-то делает и когда Он это делает. Но послушайте меня, вы не настолько важные персоны. Бог не зависит от того, что вы ощущаете или не ощущаете. Это покажется вам странным. Но может быть и так, что когда вы ничего не ощущаете, Бог вершит самые великие деяния. Именно в такие моменты Бог вершит свои самые великие дела. На ваши чувства очень легко повлиять. Вас могут оскорбить, вас могут предать, и это повлияет на ваши чувства. Люди очень зависят от них. Но Бог выше этого. Он может что-то сделать, и вы ничего не почувствуете. Я просто обожаю строки из Псалма, где Давид восклицал «Где же ты, Боже?» «У меня нет чувств, которые напомнили бы мне о тебе». «Где же ты?» Он взывал к Богу, и оказалось, что все это время Дух Святой протекал в нем, чтобы он записал эти строки. Вы уловили то, что я только что сказал? Он думал, где же ты, тебя здесь нет. Что происходит? А оказалось, что все это время Бог был рядом с ним и направлял его, чтобы он написал строки, которые впоследствии все мы будем читать, которые будут с нами целую вечность. Никогда не доверяйте своим чувствам. Вы чувствуете одно и то же. Мы не хотим ограничивать Бога. Мы хотим понять, что Бог действует по-разному, но Бог всегда что-то делает. Но на что же похожи Божьи деяния? Я приведу вам примеры, как из нашей жизни, так и из Писания. Во-первых, это когда люди, которые ходят в церковь, слышат послания от Бога, касающиеся их жизни. Это и есть Божьи деяния. Ко мне постоянно подходят люди и говорят, «Послушай, а моя жена тебе ничего не говорила?» Нет. Просто часто получается так, что я проповедую о том, о чем они со своими женами недавно говорили. Они мне говорят, «Ты что, залез к нам в спальню и подслушивал нас?» Я отвечаю, «Нет, но Бог был там». Так что, знаете что, я не знаю, как так получается, но я просто знаю, о чем мне говорить. Просто знаю это. Если я проповедую о чем-то, что касается вас, то это не я, это Бог. Давайте сейчас прочитаем один стих из первого послания Коринфина. Именно такая молитва идет у меня от сердца, когда я проповедую. Вот что там сказано. Тайны сердца его обнаруживаются. Здесь говорится о людях, которые еще не знают Бога, но вскоре они узнают его. А вот что говорится о нас в Библии, когда мы пришли на службу, когда мы пришли, чтобы вместе служить с Богом. Тайны сердца его обнаруживаются, и он падет в ниц, поклонится Богу и скажет, «Истинно, с вами Бог». Это и есть Божие деяния. Послание от Бога может встретиться нам в песне, в молитве, в общине, в братстве, в чьих-то словах. Это когда послание от Бога, воодушевление от Него выступает вперед. Между началом служения и Его концом происходят перемены. Потому что когда раздается Божье Слово, как происходит на службе, люди не служат Богу. Они говорят, «Бог среди всего этого». Бог не где-то далеко, Бог среди всего этого. В моей жизни я постоянно сталкиваюсь со случаями, когда люди спрашивали меня, «Ну, откуда ты это знаешь?» Я отвечал, «Об этом знает Бог». Понимаете, это и есть Божие деяния. Оно происходит здесь каждую неделю. А вот еще одно Божие деяние — это когда люди обретают спасение и растут в своей вере. «Как нам узнать, что это Божие деяние?» У нас тут обрели спасение уже сотни людей. А если мы посчитаем, сколько таких случаев произошло в мире, то их будет очень много тысяч. Недавно мы говорили об этом с Крисом Хаджесом. И он сказал, «Боже мой, что за прекрасные Божьи деяния происходят здесь? Они просто берут и происходят». А я ему сказал, «А я бы хотел сейчас быть в Алабаме, потому что там все ходят в церковь. В Алабаме происходят просто невероятные Божьи деяния». И тогда Крис Хаджес рассказал мне, что в прошлом году 40 тысяч человек посвятили своей жизни Иисусу в этой церкви. «Все происходит в соответствии с Библией». «Все происходит именно в соответствии с ней». Я так рад, что у нас есть связи с Крисом и пастором Дина. Так мы узнаем, что происходит в мире. Давайте сейчас громко похлопаем, чтобы восславить Бога. В этом году мы планируем провести службы более чем сотни церквей. Так спасутся и посвятят своей жизни Иисусу тысячи людей. Эти церкви смогут собрать несколько миллионов долларов, чтобы нести нашу миссию и помогать сиротам, вдовам и нищим. Наш Бог — это просто удивительный Бог. Это наше призвание. Ребята, это и есть Божие деяния. Это просто невероятно, но люди обретают спасение. И при этом говорят, что Бог ничего не делает. Это очень эгоистично. Бог сказал, что когда один человек обретает спасение, радуются все небеса. Но знаете, что думает религия по этому поводу? Она не думает, что кто-то спасся. Бог вам поможет. Да поможет вам Бог, потому что в одиночку вы ничего не сделаете. Допустим, вы знаете сердца людей. Можете вы заменить себя Богом и считать, что вы знаете, что происходит. Но вам поможет Бог. Вы не должны этого делать. Вы будете очень благодарны Ему. Вы знаете, ведь мы посещаем тюрьмы. Как-то мы пришли в одну тюрьму, и на улице шел дождь, поэтому мы встречались с заключенными не на улице, а в коридоре. И вот мы стоим там, пастор Дон читает свою проповедь, а пастор Марк ждет своей очереди. Мы служим этим парням, сидящим в тюрьме, и видим в их глазах настоящую жажду, потому что они не могут ходить в церковь. Их слишком много, чтобы привозить их в церковь. Мы просто проповедовали им. У нас не было микрофонов. Пастор Дон прочитал им несколько псалмов и сказал Божье Слово, и тут один мужчина начал рыдаться. Они посвятили своей жизни Иисусу. Они рыдали. Какое великое Божье деяние. Это просто великое Божье деяние. Давайте прочитаем, что сказано в Евангелии от Матфея о Божьих деяниях. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Бог с теми, кто вершит Его деяние. Когда мы крестим людей, это и есть Божье деяние. Но мы сбились с пути, и мы пытаемся засунуть Бога в коробочку. Но вы не можете засунуть Бога в коробочку. Даже когда Соломон построил свой храм, он сказал, Боже, это великий храм, но даже он не сможет объять себя. Ты гораздо больше этого храма, но я благодарен тебе, что ты позволил построить мне его. Теперь мы знаем, что ты гораздо больше его. Но когда люди свободно отдают то, что имеют, это и есть Божье деяние. Вот что сказано в Исходе. «И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея». Он просто проповедовал. Вот и все. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал Дух, и приносили приношение Господу для устроения скиния собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд, и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца. Приносили кольца, серьги, перстни, привески, всякие золотые вещи. Каждый, кто только хотел, приносить золото Господу. Это и есть Божье деяние, когда Бог являет людям то, чего Он хочет, а их к тому влечет сердцем. Они сами приходят к Богу и отдают Ему то, что имеют. У нас бывают чудесные жертвы в конце года. Эти жертвы люди приносят добровольно. Принося их, мы хотим, чтобы Бог сделал что-нибудь великое. И Он всегда что-то делает, но я повторяю. Эти жертвы люди приносят добровольно. На каждой службе мы открываем алтарь, и люди склоняются перед Ним, и мы видим Божьи деяния. Чтобы взять то, что даровал вам Бог, и чтобы ваше сердце влекло к Богу, я поддерживаю то, что делает Бог. Отдаю Божьему дому 10% того, что даровал мне Бог. Послушайте, это и есть Божье деяние, когда Божьи люди любят друг друга, так, как возлюбил нас Христос. Если мы любим друг друга, то это доказательство, то это подтверждение нашего ученичества. Иисус сказал, что если мы любим друг друга, то это доказательство того, что мы принадлежим Ему. И знаете, что случается, когда люди начинают любить друг друга? Происходит Божье деяние, которое изменяет то, что происходит в нашей жизни. Мы здесь не для того, чтобы вредить друг другу. Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу. Это Божье деяние, когда Бог исцеляет людей, когда Бог приходит и приносит исцеление людям. У нас было много исцелений. Это удивительно. Вот что сказано в книге Иеремии. «А вот я приложу Ему пластырь и целебные средства и уврачую их, и открою им обилие мира и истины». Не пытайтесь убедить меня, что чудеса больше не происходят. Вы можете считать нас лжецами, но Бог совершает Свои деяния и исцеляет людей. Как-то я умирал. Я был на смертном одре. Поднимите сейчас руки те, чего тело коснулся Бог, и вы сверхъестественным образом исцелились. Пожалуйста. Итак, я готовился покинуть свое бренное тело. Я сорвался со скалы с высоты 9 метров. Я был за границей. Лежал на камнях и умирал. Врача рядом не было. Я был в какой-то деревне. Все жители знали о том, что произошло. Мы могли только взывать Господу. И вот в один прекрасный момент жар спал. Я скатился с кровати и приземлился на правый бок. И знаете, что я начал делать? Я начал отжиматься от кровати. Бог полностью исцелил меня. И это еще не все. Бог исцелил и многих других людей. Мистер Рой, к примеру. Может, вы расскажете, как Бог исцелил вас? Ему сделали рентген, и там, где была опухоль, ее теперь не было, без всякой химиотерапии, лекарств. Бог просто коснулся, его исцелил. Бог может излечить лучше химиотерапии. Возможно, вы думаете, что раз вашим случаем занимаются врачи, то Богу там не место. Но знания, которые есть у врачей, есть у них благодаря тому, что их дал им Бог. Кстати, дамы, эпидуральная анестезия может исцелить ваше проклятие. Вы не можете мучиться болями при родах. Синди, ты считаешь, что эпидуральная анестезия это Божие деяния? Мы говорим сейчас об этом. Дамы, скажите, пожалуйста, что эпидуральная анестезия это Божие деяния. Окей. Итак, это Божие деяния, Бог исцеляет нас, но Он исцеляет не только тело, но и разум. Исцеляет сердца. У мужчин тоже бывают проблемы, они тоже бывают сломлены. Это касается ваших отцов, матерей, того, что происходит в жизни. Мы должны справиться с этим, и тогда мы будем двигаться вперед. Бог сказал, «Я устремляю свое слово к людям». И что же оно делает? Исцеляет их. Каждую неделю у нас происходит исцеление. Прямо здесь Бог что-то делает и исцеляет. Это когда люди ходят в святости и исполняют хорошие дела. Это Божие деяния. Когда люди ходят в Божьей силе и истинной вере, они живут словно сосуды в почетном употреблении и служат бедным и больным. Послушайте, мы можем по-разному судить о церкви, потому что там происходит, есть ли там Бог. Но судить о церкви очень просто. Если там действительно проповедуют Слово Божие, помогают сиротам, служат вдовам, если люди там стараются отвлечься от мирских вещей, если они следят за языком, если они не распространяют слухов, то это и есть настоящая церковь. Говорю вам то, что сказано в Писании, что такое истинная религия по Писанию, по посланию Иакова. Если вы помогаете меньшим братьям, любите друг друга, то это и есть Божья церковь. Вот что мы должны делать, вот какой должна быть наша жизнь. Когда проповедуют Благую Весть, люди спасаются, их касается Бог, это и есть Божие деяния. В Библии рассказывается, что в одном доме стояло много сосудов. Одни были в почетном употреблении, а другие в низком. Сосуды в почетном употреблении это те, кто очищает себя от мирских вещей. Бог сказал, кто будет сосудом чести, тот и будет чист. Он сказал, я подготовил для вас добрые дела. Хочу освободить ваши жизни, чтобы вы могли совершать добрые дела. Бог связан с совершением добрых дел. Те, кто не делает добрых дел, просто ленивы и не хотят делать их. Если оценить людские жизни, то это стопроцентная истина. Добрые дела связаны с Богом, но мы спасаемся не по добрым делам, а по Божьим деяниям. Бог делает свою работу, а мы помогаем Ему. Бог делает свою работу, чтобы спасти нас, а мы делаем Его работу, чтобы показать любовь Христа другим и помочь другим увидеть Божию благость. Все это Божие деяния, когда Бог посылает благоволение и возможности. Это Господь расширяет нашу территорию посредством Своего божественного благоволения. Помните, как молился Иавис? «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Ребята, мы видели здесь, у нас так много подобного за последние 10 лет. И это приходит и в другие церкви, во всем мире. Они тянутся к Богу, они расширяются, это просто удивительно. Сейчас мы планируем объединиться с Центром Святого Иакова. Это Дом Чести, где живут 60 человек. Мы становимся все ближе друг к другу, всегда готовы прийти друг к другу на помощь. У нас происходит расширение. Оно направлено на то, чтобы коснуться как можно больше людей, дабы увидеть, как живут другие люди, чтобы они спасались и развивали свое имя Иисуса Христа. Но вернемся к Божьему деянию. Его можно увидеть в великой любви брака. Если вам нужно Божие деяния, просто посмотрите на двух людей, у которых замечательный брак, и вы увидите Божие деяния. Потому что это и есть одно из доказательств пребывания Христа в этой церкви. Это Божие деяние. Его можно увидеть в великой любви брака, верной службе преданного последователя, принесении в мир новорожденного. Если вы когда-нибудь ждали рождения вашего ребенка, вы знаете, что когда он рождается, вам буквально сносит крышу. Это Божие деяние. Оно бывает в дожде и в солнце, в луне и в звездах. В Писании о нем сказано, что оно настолько могущественное, что даже в странах, где не проповедуют о нашем Боге, благодаря величию сотворения, Бог является людям. И ему не надо за это извиняться. Это когда Божье Слово становится живым в вашей жизни. Божие деяния можно увидеть в росте посевов, а также в росте человека. Люди постоянно говорят мне, «Ты уже не тот, каким был 10 лет назад. И знаете, что я им отвечаю на это?» Ну и слава Богу. Это очень важный показатель. Люди должны говорить нам подобные вещи, потому что мы постоянно растем. Это как наши дочери, Лива и Сара. Если посмотреть на Эйси и Мерси, и на Ливу, и на Сару, вы увидите полные противоположности. Лива и Сара говорят, «Боже мой, как же это трудно!» А Эйси и Мерси на то же самое говорят, «Фу, это пустяки!» Они считают, что их папа не такой, как все, что он меняет жизни и других людей так же. Лива и Сара очень много знают о Боге, и поэтому им приходится быть не такими, как все. Мы должны быть не такими, как все. Божьи деяния можно увидеть в росте человеком или при столкновении с ежедневными потребностями. Послушайте, кто из вас знает заблудших овец, то есть людей, которые натворили разных дел и стали заблудшими овцами? Наверняка каждый. Знаете, как это связано с Божьими деяниями? Дело в том, что Бог все еще питает их. Поднимите сейчас руки те, кто знает заблудших овец. В Библии сказано, что Бог благ и к праведным, и к неправедным. Бог приходит даже к тем людям, которые его не любят. А знаете почему? Потому что он их любит. Это очень крепкий брак. Боже мой, пастор Гилл, на скольких годовщинах свадеб мы с вами побывали. А сколько мы в этой церкви слышали историй, когда люди говорили, Боже мой, я думаю, мы бы не поженились, если бы не нашли эту церковь, если бы не нашли это служение, не пришли к Богу. Если бы не это, мы бы не поженились. Послушайте меня, ребята, это и есть Божье деяние. Да, оно все меняет, оно приносит нам перемены. Это исцеление разума, души и тела. Божье деяние можно увидеть в заблудших овцах, которые рождаются свыше, в силе прощения, проявлении доброты. Проявление доброты это тоже Божье деяние. Мы должны проявлять доброту. Божье деяние это жертвенный дар, а еще это волевое сердце. Его можно увидеть в чистой службе повсюду. В божественном благоволении, божественном вмешательстве, исполненном славы. Это Божье деяние. Я хочу сказать вам кое-что важное. Простите, я не могу сдерживать слезы. Бог всегда что-то делает. Он постоянно что-то делает. И прямо сейчас Он делал что-то до того, как вы пришли сюда. И когда вы станете сегодня обедать, Он тоже будет что-то делать. Он постоянно что-то делает. Наш Бог вечен. Он наш Господь, Создатель нашей земли. Он никогда не спит и никогда не устает. Он постоянно делает что-то для нашего блага. Даже когда мы спим, даже тогда Он делает что-то для нашего блага. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok